Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня у нас в гостях Артемовский краевед, заслуженный педагог, почетный гражданин Артемовского городского округа Борис Григорьевич Подшивалов. Здравствуйте, Борис Григорьевич! Здравствуйте! Вот кроме этих граней вашей личности, мы знаем, что вы еще и опытнейший турист. Вот расскажите нам немножко о ваших, собственно говоря, приключениях. Я знаю, что вы дважды бывали на Камчатке. Почему вообще выбор пал именно на Камчатку? Вот такой вопрос. На меня в этом отношении большую роль сыграл... Мы жили тогда, учились в деревне Кочнево, ходили за 6 километров в школу. Значит, там был прекрасный такой старый учитель Николай Иванович Исаев, учитель географии. И вот он постоянно, до того, в общем-то, он был интересный человек. Они как бы были выселены в свое время, но это интеллигентный человек, очень богатая библиотека была. Очень интересно он рассказывал. И он ко мне, например, он нашел другой путь. Я не очень-то спокойно сидел на уроках иной раз. Николая Ивановича он видел плохо, слышал тоже недостаточно. Он интереснейший человек был. И он меня, знав, что я люблю рисовать, он меня приглашал к себе домой. Значит, угощал чаем, показывал мне старые книги. А в этих старых книгах путешествия и интересные были гравюры. Вот эти книги я сейчас, в общем-то, редко где встречаю. Вот это меня заворожило. Но если говорить о том, что, значит, что меня повлекло узнать вот эти дали, Камчатку, Сурийский край, Урал северный, южный, там, допустим. Почему меня это заманило? Потому что он очень интересно рассказывал. И мне хотелось самому посмотреть, о чем же он говорит. Ну, естественно, что, ну вот, как-то отслужив в армии уже, значит, я пришел работать в школу сюда и начал с ребятами. Меня направили сначала в Бурсунскую школу. Третья школа была с печным отоплением. Ее сейчас там нет. Но там было очень много детей шахтеров. Меня туда направили. И первые походы, собственно, я с ними там организовал. У нас не было ни палаток, ни рюкзаков, ничего такого не было. Мы сами с ними все собирали, значит, и совершали там двухдневные, четырехдневные походы. Первый поход у нас был с ними. Мы прошли по реке Рев. Тогда еще Ревчинской электростанции не было. Река Рев была довольно чистая, хорошая река. Ну, вот поселка Золото. Мы прошли до Сухого Лога с ребятами. Но ночевать приходилось под открытым небом. Так что не было у нас палаток. Ну, а последствия уже в 61-62 году я работал здесь и в школе номер 11. Это была крупная школа, самая крупная школа была. И там пришел молодой учитель географии, Владимир Михаил Кириллович. Это путешественник. Он уже был заражен походами. Он организовал впервые в 62-63 году, организовал впервые туристский клуб «Горизонт». И практически, когда мы начали заниматься на пределах школы, практически этим вопросом туризма, мы как бы увлекли всех школ и всю молодежь, и заводов, и предприятий. И стали совершать вот такие походы. Походы мы, во-первых, прошли все на весь наш район. Мы прошли и зимой, и весной, зимой на лыжах, весной сплавы. У нас были какие-то речки, река Орежь, и даже ирбитку использовали в этом отношении. Ну, и были походы у нас пешие, велосипедные походы. То есть много тогда. Мы почти каждое воскресенье, каждый праздник, каждые каникулы у детей, мы обязательно сопровождали это походами. Вот сейчас холодно на улице сегодня. А вот такую погоду, значит, я уже работал в школе номер 6 директором. Я собрал ребят, у нас было человек 12. Из них было, значит, у нас трудные, как говорят, были ребята, которые, значит, учились в школе половину. И мы прошли на лыжах такую погоду, сделали двухдневный поход. Вы представляете, минус 30. Но ребят здесь учили, значит, я как их, допустим... Ведь надо уметь, допустим, сейчас мы холодно, вышли, замерзли, обморозились. А я им тогда, значит, мы дошли до золота. Значит, там ключик холодный, я там... Мои родители жили, я там жил, все знаю. Значит, я их заставил перед тем, как идти в поход, значит, вымыть холодной водой ключик, из ключика водой ноги. Значит, проверить, чтобы ноги были чистые. Понятно, что если грязные, это обморожение, естественно. И, значит, умывались по поясу, а не этой водой. Некоторые теплые-то водой дома не умывались по неделям. А тут... Но прошли благополучие. Ну, в нынешнее время, Борис Григорьевич, вас бы за такое уже давно... Да, да, меня бы тогда отлучили, наверное, от всего. Но ребята до сих все вспоминали. Они уже теперь возраст, они пенсионеры уже те вспоминают, как вы рискуете холодно, как вы рискнули нас повезти. Я говорю, мне с вами тепло было. Но, естественно, что пришлось там... Надо прорабатывать, как идти в участок. Не просто иди ты и все. А, допустим, мы планировали, допустим, как, допустим, где остановиться, отдохнуть, где на обед остановиться, на сколько, потому что там мороз-то подгоняет. Ну, а впоследствии, значит, в 67-м году мы такой самый крупный поход совершили. Это по Камчатке. Значит, у нас было 4 человека. Вот 4 человека Михаил Кириллович организовал. Значит, ну и представьте себе, что мы в то время, ну, говорят, так-то, так-то жили. Но мы путеше... Вся наша, вот это, все наше путешествие составляло примерно 40 дней. И представьте себе, на учительскую скромную зарплату, мы немного зарабатывали тогда, на отпускные, мы могли совершить вот этот поход на Камчатку. Это, значит, самолетом долететь до Петропавловского, Камчатского, дальше пробираться там, ну, как уж там найдем возможность, но мы пробирались на корабле. Там я потом, если рассказывать, я расскажу, как это дело было. И обратно, значит, мы от Джупанова до Петропавловского, Камчатского на корабле, а от Петропавловского, Камчатского до Владивостока 6 суток мы добирались на корабле Советский Союз. Ну, это комфортабельный был. Борис Григорьевич, немножко возвращаясь назад, вот мы только что говорили о том, что небольшая скромная учительская зарплата и так далее и тому подобное. А вот, когда вы рассказывали про создание туристического клуба, какая-то помощь была, скажем так, от местных властей, вот от тогдашней власти какая-то помощь, поддержка именно для клуба была? Здесь вот, когда мы организовали клуб, это клуб на общественных началах. Ну, естественно, тогда люди как-то вот, особенно директора школ очень хорошо поддерживали. Заведующий Горанова у нас был некий, Григорий Михайлович, который сам был турист и сам потом во втором походе участвовал, там ходил туда, на Камчатку. Ну, и руководители предприятий, профсоюзы иногда делали какую-то помощь, помогали, ну, мизерная помощь была, но одобрение, помощь какая-то все равно, даже в снаряжении они уже оказывали помощь. Поэтому это было как бы делом всех, и все поддерживали. А при этом, подчеркнем, добровольным абсолютно. Добровольно, да, добровольно. Никто их не принуждал. Спортивное общество, значит, тоже за это же были, чтобы люди ходили. Потому что у нас был в основном-то спортивный туризм. Есть туризм спортивный, а есть, говорят, матрасный. Матрасный – это когда едут на курорты, летят на самолете, когда они, значит, там их привозят, увозят. А есть спортивный, который сопряжен с трудностями. Вот на Камчатку первый раз мы ходили – это первая, пятая категория, высшая категория сложности. Потому что там и берется, значит, как бы расстояние, берется потом сам маршрут прохождения, населенная, ненаселенная местность. Вот мы, например, на Камчатку шли первый раз, у нас рюкзак был по 85, и то и более килограммов. Значит, мы несли все, даже учитывали, значит, потому что нигде было пополнено. Мы уже уходили там в Дебри, в Суриске, то есть Камчатке. Даже учитывали, что иголочек каких брать, каких не брать. То есть такой вот груз. Ну, в общем, конечно, нигде пополнений не было. Пополняли только там где-то рыбой, допустим. Ну, естественно, побывать на Камчатке, не посмотреть на нерест, не поесть вдоволь рыбы, который кусочек сейчас стоит 200 рублей маленький. Значит, и съесть солдатский котелок икры, сейчас если перевести на деньги, то наш обед-то был, наверное... По-царски, мягко говоря. Да, да, вот. Так что вот мы так путешествовали. Ну, естественно, что тогда было все под контролем. Под контроль никаким. Был, хорошо работал Свердловский областной совет по туризму. Чтобы нам выйти туда, мы проходили определенный, как бы сдавали экзамен. То есть наш маршрут, какая степень подготовки, как проходить те или иные маршруты, значит, прочее. Какая техника безопасности должна. Вот это мы все сдавали в областном совете по туризму. Строго очень. Строго было, да. Вот сейчас у нас постоянно критикуют наших руководителей и все это. Но Михаил Иванович Калинин, в свое время староста, наш российский староста, он говорил, из окон вагона земля не такая, она пролетает, вертясь и мелькая. Нет, самое лучшее это пешком, шагать по дороге с заплечным мешком. Идешь и шагаешь, и видишь, как много секретов тебе раскрывает дорога. И до сих пор это, я считаю, актуально. Ну, наверное, если подытожить, да, пускай сейчас очень дорого поехать куда-то, на Камчатку или вообще там Кавказ. На Кавказ вообще сейчас очень тяжело по дорогим причинам попасть. Вот, но, чтобы вы нашим телезрителям сказали, ведь и у нас здесь, в Артемовском, хватает своих природных красивых мест. У нас же в Свердловской области считается практически самый экологически чистый район. Вот какой-то посыл нашим телезрителям. Ну, я что бы хотел сказать, что вот я, как бы, какая-то у нас есть комиссия, по туризму там есть, значит, но я тоже, кажется, там состою, но меня никто не слушает. Вот. Дело в том, что сейчас вопрос такой, я слышал такое, что там выразились, что у нас ничего в районе нет интересного. Я, конечно, вот смутился, стал и ушел. Вижу, что разговаривать бесполезно. Наш район очень интересен. Интересен всем. Вот, допустим, у нас есть, мы вот еще по старой памяти, как бы я еще тут занимаюсь, делаем, вот, допустим, у нас пять памятников природы интересные, о них тоже интересно детям знать. У нас есть, допустим, мы свои там памятники, памятные места как-то отметили. Маршрутов у нас. У нас целая карта была маршрутов по ходу ходить. Сейчас же, допустим, ну, и школы как-то замерли в этом отношении, только Николай Александрович Загайнов, это наш, как сказать, ученик нашего горизонта, он еще водит. А больше что? Ну, допустим, сейчас зимой холодно, детей нельзя пускать. Значит, где им закаляться-то? Потом начинаем, попадаем куда-то в сложную обстановку и ревем, не знаем, как выйти. Допустим, начинается лето, клещи опять какие-то, всю жизнь клещи были, если идти внимательно смотреть, клещи не съедят. Надо только быть готовым к этому, внимательно следить за этим. Вот. Теперь дальше, если, допустим, сейчас на места ехать интересные на автобусе, это очень серьезное, значит, надо через, там, составить, ГАИ составить маршрут, там, допустим, посмотреть автобус, чтобы не старше был, там, пяти лет и прочее. В общем, это колоссальное такое, колоссальное препятствие. Ну, и даже школьные автобусы есть, они опять глонас. Он вот ходит по этому маршруту, ему нельзя куда-то детей свозить. Он бы свозил, допустим, на памятное место нельзя. Сейчас вот, допустим, эти, в этом отношении очень много тормозов. Чем знакомить детей, как их знакомить с этим, это целая проблема. Ну, что ж, я думаю, что на эту проблему обратятся внимание те люди, которые, ну, от которых это зависит. Но, я думаю, у нас достаточно увлеченных и преподавателей. И самое-то главное, у нас есть поколение, которое, ну, скажем так, уже вышло на пенсию и чем-нибудь полезным оно вполне может еще заняться и очень многому научить. Ну, что ж, большое спасибо. Я напоминаю, у нас в гостях был Борис Григорьевич Подшивалов, краевед, заслуженный педагог и опытный турист.